Команда Андрея Пожедаева доставляет гуманитарные грузы в зону специальной военной операции. Мужчина уверен, для скорейшей победы важно поддерживать бойцов не только словом, но и реальным делом. Остаться в стране невозможно. Здесь желание помочь – естественная потребность, которая идет от сердца. Каждый из нас должен быть максимально эффективен именно на своем месте. На фронте дисциплина, уже отработаны моменты, как передаются грузы, и в этом направлении нужно двигаться дальше. Поэтому армия выполняет свою работу. Мы, как общественники, как определенные организации, которые взяли на себя эти обязательства, принимаем консолидированное и системное участие. В Доме офицеров встретились участники общественных организаций, добровольческих объединений и волонтеры со всего региона. Их объединяет общее дело. Они помогают участникам специальной военной операции. Одни собирают посылки, другие – отвозят их за ленточку. Обмен опытом, обмен энергетикой. Мы люди на одной волне. Многие занимаются гуманитарной помощью практически с первых дней специальной военной операции. И, конечно же, нам есть о чем поговорить. У нас есть общий час, где мы делимся какими-то проблемными вопросами, путями, решениями. В общем, мы общаемся и постоянно на связи. По словам участников, такие встречи проводить важно и нужно. Волонтеры обмениваются не только достижениями, но и опытом. Помочь может каждый. Нужно только захотеть. Мы, бывает, кого-то научили, допустим, сети делать маскировочные. А ребята быстрее освоили те же масконакидки. Мы потом у них учимся там масконакидки делать. Потом там открыли в одном месте. Они там уже на шлемнике быстрее нас. Мы там у них учимся делать. Организаторы говорят, гуманитарная помощь требуется постоянно. Лекарства, продукты, военные маскхалаты, строительные инструменты. А значит, без дела волонтеры не останутся. Ксения Баканова, Константин Головин. События.